День борьбы с диабетом Меня зовут Анна Бережная И у нас в студии сегодня специалисты поликлиники номер 4 города Владивостока Русакова Надежда, Самсонова Людмила и Светлана Литус Здравствуйте Здравствуйте Я думаю, что для начала, конечно, стоит озвучить статистику Приморья по сахарному диабету Вам слово? Хорошо Аня, смотрите, статистика по заболеваемости с сахарным диабетом в Приморье В принципе, она не отличается от таковой по всей России Более того, от всей статистики в мире Объясню, почему Потому как сахарный диабет – это одно из ведущих эндокринологических заболеваний Которое занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний И вот если говорить в цифрах по Приморскому краю То на октябрь этого года, 2018-го, состоит 43 тысячи человек на учете у эндокринолога Заболевание обрело даже такой характер, можно сказать, пандемии, то есть распространенность по всему миру Идет и в основном за счет сахарного диабета второго типа Ну, об этом мы поговорим позже, да, доктора наши расскажут подробно И хотелось бы еще сделать акцент, что Международная ассоциация эндокринологов говорит о том, что к 2025 году количество больных людей по всему миру будет неуклонно расти и достигнет цифр 500 миллионов Это огромные цифры, да, и поэтому каждому стоит задуматься, более ответственно относиться к вопросам своего здоровья И целью нашего визита сегодня, разговора с вами о данной проблеме, именно сегодня, 14 ноября, в день борьбы против сахарного диабета Сделать акцент и обратиться к населению, чтобы были более осведомлены об этой проблеме, более внимательны и ответственны за свое здоровье Спасибо большое за исчерпывающий ответ В принципе, понятна ситуация, но не всем понятно, как делится сахарный диабет по типам Расскажите, чем же все-таки отличается первый и второй тип один от другого Нам интересно узнать эти подробности и важно их узнать, конечно Ну, в первую очередь, понятие сахарный диабет Что это? Это хроническое заболевание, основным симптомом которого является повышенный сахар в крови В результате чего может возникнуть повышение сахара? Либо нехватка выработки инсулина, либо инсулин такого качества, что он не может полностью выполнить свою работу Ну, основные типы сахарного диабета — это первый тип, второй, бывают другие типы диабета, например, диабет беременных Диабет первого типа — это такой диабет, у которого не может выработаться инсулин Вследствие этого сахар не может попасть в клетку и там сгореть И человек не может получить энергию, необходимую для жизнедеятельности Чаще всего этим типом болеют молодые люди, подростки, дети Это чаще обусловлено генетическими заболеваниями, иногда вирусными инфекциями, стрессами Диабет второго типа — инсулин в достаточном количестве может быть Но он может быть такого качества, что он всё равно не помогает глюкозе попасть в клетку И таким образом глюкоза задерживается в крови, поступают новые порции глюкозы с пищей И таким образом опять сахар в крови высокий То чаще всего вторым типом болеют люди уже более зрелого возраста или пожилого возраста То есть можно уточнить небольшое, второй тип — это более сложный, да? Уже это как стадии получается диабета или же нет? Нет, это абсолютно разные типы диабета И диабет беременных, вы сказали Диабет беременных, да Очень сейчас большое внимание уделяется этому диабету Потому что среди беременных, уста беременных, одна-две женщины выявляются У них проблемы с нарушением углеводного обмена, называется гистационный диабет И если не обращать внимания на это, проигнорировать, это влияет на плод Это небезопасно для плода Поэтому беременные стоят на строгом контроле Сахар у них контролируется С 24-26 недели у них проводится определенное специальное обследование Чтобы даже скрытый диабет выявить Правильно ли я понимаю, что любой диабет, если он появился, он не лечится уже Никогда никуда не уйдет Он лечится? Я имею в виду, не проходит, да Я неправильно выразилась, извините Поддаются корректировки Но поддаются корректировки во всем мире, лечат сахарный диабет Как разрушает диабет организм человека? Можете немного об этом рассказать? Вы рассказали, как он появляется достаточно подробно А вот на какие органы он влияет, что поражает сахарный диабет, если его не лечить? В плане осложнений сахарного диабета выделяют микро- и макрососудистые изменения К макрососудистым изменениям относятся более ранние приходящие на небольшом стаже диабеты Это заболевания сердечно-сосудистой системы Более поражает мелкие калибры сосудов уже диабет с течением стажа его заболевания То есть это касается функции почек, функции зрения глазного дна Поражения нервных волокон в виде диабетической полинейропатии То есть достаточно серьезное заболевание, еще раз подчеркну И насколько я понимаю, если своевременно обратиться к специалисту То, как вы сказали, диабет поддается корректировке Так вот, а как распознать, что он появился? Потому что в одном из источников я прочла, что изначально он практически бессимптомно может протекать Так ли это? Действительно, есть случаи, что диабет выявляется случайно Но в большинстве своем люди чувствуют ощущение общей слабости Которую они никак не думали, что это обусловлено сахарным диабетом У них появляется сухость во рту, жажда, учащенная моча и спускание, потливость Если это уже долго продолжается, а человек не знал, что у него сахар У него уже могут быть такие симптомы, которые поражают нижние конечности Судороги в ногах и другие И если такое человек ощущает, необходимо, конечно, определять сахар в крови Да и люди более 40 лет кому, они должны проверять сахар в крови А вот что касается детей, дети не всегда могут пожаловаться на такие симптомы Правда, они вообще не придают этому, мне кажется, значения зачастую Как родителям определить, да, то есть ребенок много пьет воды, я так понимаю Это может быть показателем, вот что еще, какие еще признаки? Родители должны быть насторожены в плане наследственности Если они знают, что есть в семейном анамнезе случаи заболевания Конечно, они должны быть более внимательны и наблюдать за ребенком Ребенок не всегда может пожаловаться Ну вот это ощущение, что он не может напиться, да, ощущение жара Бывает даже дети жалуются, что им хочется принять в холодную ванну Вот, кстати, симптом, правда? Да, симптом, да, а также невозможность напиться Поэтому родителям, конечно, особенно с отягощенным наследственным анамнезом Следует пристальнее, внимательнее, ну, более, что ли, внимательнее, чем обычные родители Обращать внимание на своих детей, на их поведение, на какие-то, может быть, отклонения В принципе, все родители должны быть более внимательны к своим детям, да, но в этом случае особенно Да, конечно, конечно Конечно, с учетом того, что это больше, конечно, не деток касается, а взрослого населения С течением продолжительности симптомов гипергликемии Привыкает организм к настоящее время находиться в таких ситуациях И симптомы не ощущаются И иногда при выявлении, по же самой диспансеризации, которую проводит наша поликлиника Мы выявляем показатели сахара 16-17 А человек при этом не испытывал ни сухости во рту, ни жажды, ни ученого очи спускания То есть все-таки может даже не быть этих симптомов, да? Они, может быть, на самом деле есть, но кондуктор... Они специфичны, они могут быть индивидуальны То есть не надо у себя комплекс симптомов искать Если какой-то симптом один забеспокоился, это уже предмет для того, чтобы обратиться в лабораторию И подтвердить, либо исключить такое серьезное заболевание В общем, лучше перестраховаться, да, всегда? Да, профилактика всегда лучше Или заранее, да, уделить внимание своему здоровью Вот мы заговорили немного про наследственность Когда готовилась к программе, читала вопросы, да, популярные от читателей интернет-источников И вот одним из вопросов был такой А каков риск передачи все-таки по наследству сахарного диабета? И может ли у матери больной диабетом, там, или у отца больного диабета родиться здоровый ребенок? Такой достаточно был популярный вопрос Давайте, наверное, расскажем об этом На самом деле, прям вот генетических рисков, они, наверное, при наличии больного родителя Они выше, чем в общей популяции населения Но вот таких прогнозов неблагоприятных для рождения деток здоровых без диабета Они, конечно, тоже имеют место быть Поэтому не стоит сильно волноваться Волноваться нужно, да, то есть соблюдать требования, необходимые для здорового планирования беременности Здорового вынашивания этой беременности То есть придерживаться тех рекомендаций, которые положено соблюдать пациентам с сахарным диабетом Что касается инвалидности по сахарному диабету, расскажите об этом Потому что я также видела вопрос, что, мол, инвалидам второй группы не дают Второй тип, да, сахарный диабет второго типа Да, 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 расскажите об этом, пожалуйста Наверное, не совсем правильно был сформулирован вопрос Потому что наличие сахарного диабета второго типа не является отказом в получении инвалидности На сегодняшний момент, и в течение того же длительного времени Инвалидность ставится не по наличию пациента типа сахарного диабета А по наличию имеющихся в настоящее время осложнений, вызванного заболеванием Поэтому в рамках сегодняшней акции мы, конечно, призываем всех не инвалидизировать себя Не стараться получить эту инвалидность, а профилактировать И не допускать в настоящем третьем тысячелетии, когда для этого есть все возможности До инвалидизации себя не доводить Давайте сейчас сделаем небольшую паузу в нашем разговоре Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор Оставайтесь с нами Проверить уровень глюкозы в крови, узнать о новейших препаратах и образе жизни Которые рекомендуются человеку с подозрением или уже подтвержденным диагнозом Диабет, недуг, к которому нужно относиться не только как к болезни, но и определенному образу жизни Вы знаете, стало как-то сушь, больше питья, стало питья, определила так Ну, в смысле врачи, в чем дело, в чем дело Но получается так, и ночью пить хочется И определили, что у меня сахар повышен гораздо, ну, как не норма, выше нормы уже И я стала наблюдаться И вот много лет, ну, пока был крепкий, молодость, как говорится, перебарывается Я не так серьезно отнеслась к этому О своем диагнозе Лидия Самсонова узнала всего 10 лет назад До этого на изменения в организме просто не обращала внимания Сегодня у нее диабет второго типа, который дал осложнение на глаза Теперь Лидия Самсонова уровень сахара в крови контролирует постоянно Все пальцы в точках от уколов В настоящий момент могу сказать, единственное, что диабет, конечно, это очень серьезное метаболическое заболевание Которое сейчас занимает третье место по спиртности в стране И с каждым годом мы в первую очередь стараемся снижать уровень осложнений пациентов И профилактировать сердечно-сосудистые риски заболевания Сегодня сахарный диабет является не только серьезной медицинской, но и социальной проблемой Об этом в первую очередь рассказывают пациентам в школе диабета, которая проходит в поликлинике номер 4 Кроме того, врачи дают полную информацию об этом заболевании, учат самоконтролю, знакомят с инсулинотерапией и работой глюкометра Также пациенты узнают, как правильно вести активный образ жизни и какие гигиенические аспекты необходимо учитывать при этом заболевании 7,3, я не знаю, это диабет или предабет Вот сейчас доктор Виктор Васильевич скажет, он будет со мной беседовать на эту тему Я первый раз, ну, вчера пришел сюда по болезни, вижу объявление, сегодня пришел, думаю, надо сходить посмотреть Диабет – заболевание, которое, как правило, передается генетически Раньше оно считалось болезнью пожилых людей, однако сегодня им все чаще страдают дети Влияет на это не сладкая газировка, как принято считать, а чаще генетический фактор Но, подчеркивают эндокринологи, неправильные продукты следует по возможности исключать из детского рациона Естественно, конечно, влияет в первую очередь не на диабет, а вообще на углеводный обмен Потому что сладкие мучные продукты способствуют у нас активному прибавлению веса и инсуинорезистентности Это как у первичных пациентов У пациентов, которые уже имеют диагноз «сахарный диабет», конечно, эти продукты питания им нежелательно употреблять Механизмов возникновения сахарного диабета много, и они достаточно сложны Как и осложнения, к которым приводит тяжелый недуг А высокий уровень смертности от заболевания сами врачи объясняют так Доступность препаратов на сегодняшний день у нас лекарственные препараты из более современных групп Они обладают очень высокой ценой и не всегда доступны для пациентов Поэтому, естественно, конечно, мы не можем начать именно с более современных препаратов Мы начинаем с препаратов, которые уже давно известны Они неплохие, конечно, но таких существенных клинических эффектов они не несут Но жить с диабетом можно Главное, констатируют врачи, контролировать уровень сахара в крови и вести максимально здоровый образ жизни Мы возвращаемся к нашему разговору о сахарном диабете Правда ли, что те, кто очень любят налегать на сладенькое Как раз-таки, к сожалению, подвержены риску заболеть сахарным диабетом И правда ли, что сахарный диабет может возникнуть в том числе и на нервной почве? Анна, вы знаете, это действительно правда Те, кто любят сладкое и злоупотребляют, то есть чрезмерно употребляют Они действительно находятся в группе повышенного риска В эту группу также входят лица, которые ограничивают себя физически То есть гиподинамия, мало двигаются, имеют ожирение И вот в частности, то, что вы сказали, нервы, стрессовый фактор Да, наша цивилизация по мере своего роста, к сожалению, дает нам отклик в виде постоянных стрессов Мы постоянно находимся в напряжении, темп жизни Все это способствует развитию, к сожалению, такого заболевания, как сахарный диабет Все-таки, возвращаясь к вопросу о наследственности Мы тоже не забываем, что придается не само заболевание сахарный диабет А предрасположенность к нему И, соответственно, все вышеперечисленные факторы риска Они как раз и являются факторами возникновения данного заболевания Ну и плюс еще, конечно, есть такие редкие виды Которые генетически обусловлены заболеванием поджелудочной железы Приемом ряда лекарственных препаратов То есть об этих вариантах сахарного диабета тоже не нужно забывать И отслеживать, и профилактировать, наверное То есть, в принципе, мы часто с докторами встречаемся в этой студии И все говорят в один голос, что нездоровый образ жизни, ведение его Оно приводит к абсолютно различным заболеваниям И в том числе, если вы мало двигаетесь, плохо питаетесь То можно и сахарным диабетом заболеть, правильно? А что делать человеку, которому вы уже поставили диагноз сахарный диабет Чего ему категорически нельзя делать Как ему нужно питаться Расскажите, пожалуйста, об этом Если уже диагноз выставлен То, конечно, эндокринолог дает рекомендации по правильному питанию Здесь нужно перестроить свое питание таким образом Чтобы максимально помочь организму Может быть, без таблеток справиться с гипергликемией То есть повышенным сахаром в крови Нужно исключить быстрые углеводы Нужно жирные продукты питания Поэтому молочные продукты, которые разрешаются есть Должны быть низкой, низкий процент жирности Овощи приветствуются Мясо, рыба, они жирные сорта Птица обязательно должна быть без кожи Кожу снимать до приготовления Ограничение даже круп Белый рис – это быстрый углевод И манка – нельзя Остальные крупы, если и можно, то ограниченное количество Также ограничивается картофель Это тоже быстрый углевод Крахмал Да Даже фрукты и то ограничивают количество Потому что избыток фруктов тоже будет повышать И особенно если они употребляются во вторую половину дня Кроме этого, больному необходимо Необходимо отказаться от курения Этот фактор будет ускорять возникновение осложнений Так как действуют на сосуды Сосудов и нервных окончаний Очень полезны физические нагрузки Умеренные физические нагрузки Это для всех возрастов Даже для пожилых Сейчас рекомендуется физическая нагрузка Скандинавская ходьба В нашем городе тоже уже К слову, да, много замечала Людей, которые занимаются Вот такие условия, если соблюдают Это уже большой плюс Бывает даже этого достаточно Но если нет, то подключают, конечно, уже лекарственные препараты Если мы говорим о первом типе сахарного диабета То помимо, конечно, да Тут не может вариантов быть без лекарственной помощи Без инсулинотерапии Бывают моменты, когда в дебюте назначается инсулин И сахара выравниваются Называется так медовым месяцем Но, тем не менее, резерв потом поджелудочной железы истощается И все равно инсулинотерапия нужна Вот такое дополнение, да, некое Что одной диеты всего не добьешься Плюс я бы хотела обратить внимание Уточнить важность самоконтроля Если нет самоконтроля у пациента В ежедневном его расписании То никак повлиять Ни на формирование осложнений Ни на коррекцию какую-то правильную Войти в правильное русло По терапии диабета невозможно То есть все-таки придется уже держать себя В определенных рамках Следить за собой Хотя то, что вы перечислили Это, в принципе, образ жизни Здоровый образ жизни нормального человека Правильно? ПП, как говорится, правильное питание Спорт и лекарства своевременно назначены И все будет хорошо У меня к вам последний вопрос Я знаю, что и в день борьбы с сахарным диабетом И в другие дни Вы делаете все возможное Чтобы как можно больше информации Дать населению о сахарном диабете Расскажите, что конкретно Куда можно прийти Где получить ту самую информацию Которая так нужна людям Ну, вы правы, Анна Население нуждается, да? В таких мероприятиях Вот и в частности сегодня Конкретно день борьбы с сахарным диабетом В нашей поликлинике На базе поликлиники Проходила школа пациента по сахарному диабету Достаточно была интересная и полезная информация Для населения, кто пришел Также было контрольное измерение уровня сахара Индивидуальные, групповые, да? Какие-то консультативные приемы И такие мероприятия наша поликлиника проводит регулярно Также есть информация Она доступна на сайте нашей поликлиники В инстаграм у нас есть своя страничка Информационные стенды И какая-то информация в виде брошюр, памяток и буклетов То есть получается просветительская деятельность Санитарно-просветительская деятельность поликлиники Она у нас на достаточно высоком уровне Потому что хочется, чтобы была профилактика больше, нежели чем лечение Хочется, чтобы население было уведомлено, осведомлено И полностью заботилось о себе То есть имело определенный уровень ответственности За свое здоровье и здоровье своих близких Я хочу поблагодарить вас за нашу сегодняшнюю программу Спасибо огромное, что нашли время и пришли к нам Поменьше вам пациентов Побольше здоровых людей встречать Спасибо огромное, что пришли к нам сегодня Я напоминаю, что это была программа «Время говорить» В студии работала Анна Бережная Увидимся на Восьмом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова